Всем привет, друзья, с вами Болторез и добро пожаловать в Зомби Апокалипсис. В прошлой серии мы расхуячили всю ферму, всех ее жителей, это семейство ебанутое, и теперь мы в каком-то городе. Кенни и Ли вышли на охоту, видимо. Ой, какой охуенный рюкзачок у Кенни. Похоже, сегодня нам повезло. Что повезло? Возможно. Не знаю, о чем речь идет. Но они могут застать нас в расслух. Возможно, но давай не будем об этом. Блять, Кенни с этим рюкзаком, когда еще идет и улыбается, он на какого-то Дауна похож. Ах, черт. Ли, как ты считаешь, мы должны остаться или уехать? Типа, нужно ли нам остаться в мотеле и уехать на твоем пикапе? Да, мы говорили об этом. Я тоже принял решение. Да, мы должны уехать отсюда. Я хочу путешествовать. В мотеле опасно. Ты чертовски прах. Мы сядем в фургон и не остановимся, пока не увидим воду. А если Ли упрется в том, чтобы остаться, ну что ж, пусть остается. Вот здесь я с Кенни согласен. Ладно, как в прошлый раз. По лестнице залазим в опеку и забираем все припасы, которые остались. Мы мало что оставили. У нас нет вариантов. Да бы хоть что-то лучше, чем ничего. Так, прикрываем Кенни. Черт, ты в порядке? Лестница. Что, молода? Еле дышит, наверное, он хотел сказать. Блядь, я не знаю, сколько еще вылазок выдержит. Да и не говори. Скорее всего, это будет последняя наша вылазка. Что-то мне подсказывает. Ты ее окончательно хочешь отломать, Ли? Молодец. Похоже, ей конец. Капитан Очевидности. Так, ну что ж, мы пойдем тогда поищем другой путь, как можно перелезть. Так, что у нас здесь? Мы можем джип толкнуть. Лебедка здесь имеется. Так, кстати говоря, мы можем взять лебедку. У Лилии неважно идут дела, да? Кенни, я не хочу с тобой разговаривать. Если бы был ранец у меня, я бы тоже был в охуенном настроении и поговорил с тобой. Так, сейчас мы, значит, здесь прицепимся. И подтянем джип. Скорее всего, так это будет. И уже залезем на джип. Ну и там уже все будет понятно. Так, джип завален. Наверное, нужно будет нам расчистить здесь. Или не надо, похуй. Так, а здесь еще что-то было. Мусор, окна. Все, нажимаем на кнопочку. Машинка поехала. Твоя девочка до сих пор расстроена, что ты согласился взять предзапасы из машины. Мне похуй, Кенни. Я не спрашивал, что мне насрать. Значит, спустишь все на тормоза, да? Она вообще не моя дочь, раз уж на то пошло. Я ей не отец, поэтому похуй, какой я пример ей подаю. Так, залазим. Прошлый мой чудак спрашивал о парне на ферме Хершела. Правда? Я не думал, что он его волнует. Конечно, волнует. Мне похуй. Я продолжаю игнорить все эти разговоры. Он крепкий малый, сам знаешь. Как я и сказал, это не слишком его волнует. Но он начинает понимать, что к чему. Ферма Хершела, ферма Сан-Джона. Мне нужно на побережье. Увести его от этого безумия. Давай лапу, хватаемся, полезли. Ты уверен, что поднимешь меня? Ли, я в порядке, я справлюсь. Давай сюда руку. Блядь, ну не дай бог, уронишь? Пидарас усатый. Молодец. В следующий раз я пойду с Беном. Помоги мне подняться, ехтую мать. Так, что за крики? Опа. Увести, откуда тут бабенка взялась? Да беги сюда! Поможешь мне заодно забраться? Что? Что это за хрень? Ходячий? Ходячий не кричат, так ведь? Боже, наверное нет. Да беги сюда! Как? Как нам не подойти? Мы должны что-то сделать. Ооо, все понятно. Помощь уже не требуется. Ну, ходячий не... Что? Не надо стрелять, Ли. Она все равно уже труп. Правильно все Кенни говорит. Она нам выиграет время, а мы сейчас свалим. Тем более будешь стрелять, шум поднимешь. Кенни сейчас вообще правильные мысли задвигает. Ли, успокойся. Ли, окстись. Ли, убери пушку. Давай залазь. Я тебя, Ли, знаю. Ты тот еще снайпер. По-любому бы промазал. Хорошо, пойдем. Нет, 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 нет. Так, отлично. Мы все правильно сделали. Мы выживаем. Да блять, она там сколько визжать-то будет? Господи боже мой, да сожрите вы ее уже в конце-то концов. Нам хватит времени, чтобы обчистить это место, но все же надо поторопиться. Бери все, что найдешь на этих стеллажах. И на этот раз не забудьте взять все. Я заберу здесь, и мы уйдем. Блять, все-таки, по-моему, мне надо было ее убить. А то она сейчас заебет нас. Так, хватаем лекарства. Батончик. Я помню, у нас во второй серии, по-моему, батончики спиздили. Мы так и не покушали. Надеюсь, сейчас они нам пригодятся. Так, я здесь все зачистил, Кенни. Ее больше нет, времени мало. Так, все, ее скушали уже. Так, время идет у нас. Хватаем лекарства. Очень быстро, ребята. Я даже не буду смотреть, что я подбираю. Я буду просто хватать все подряд. Там уже разберемся. Так, все. Здесь залутали. Что у нас имеется? Ага. Так, какая-то коробка. Быстрее ли, открывай. Батончики. Шикарно. Что еще здесь есть? Так, давайте переместимся. Все, время вышло. В вашем рюкзаке много вещей. Ой, хорошо, хорошо. Бля, не идут ли быстрее? Перемахни через прилавок. Что-то не похоже, Кенни, что тебя подстрелили. Ты такой резвый. Опа. Кенни, помоги. Кенни, сука, не вздумай меня бросать. Давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, отлично. Спасибо, Кенни. Так, не стреляй. Холодильник. Что холодильник? Вижу. Валим. Съебываем отсюда. Все, бежим за Кенни. Опачки. Пилот. Пилот очнулся. И нахуй отсюда. Ну давай, ну Ли, ну что ты стоишь смотришь, бей. Эх, ты мерзота. Кстати говоря, Ли, а где твой топор? Почему ты без топора ходишь? Идем, друг. Ну давай, приятель. Вроде написали, что у нас много вещей, столько налутали. А куда это он все положил, в карманы, что ли? Да, мотель, конечно, изрядно так потрепан. Нам надо как можно быстрее отсюда сваливать. Нельзя засиживаться долго на одном месте. Мало ли кто может нас обнаружить. Климентина там, блядь, все с рацией своей. Ты вернулся. Бен нашел наклейки в столе. Я их приклеил на рацию. Привет, солнышко. Это очень красиво. Я сейчас к тебе приду. Ой, блядь, Ли, нахуй, заебал уже эту папочку включать. Так, а вот и Лили. Похоже, на карауле опять пацан. Что достали? С таким же успехом можно повесить табличку «Мужчин нет, приходите и насилуйтесь женщин и детей». Ха. Очень смешно, Кенни. Охуенная шутка. А ну, так что достали? Ничего не достали. Не смогли ничего достать. Ли, должно быть, головой ударился обо что-то. Много всего, сама взгляни. Мы в порядке, кстати говоря. Отлично. С этим мы еще немного продержимся. Если так и дальше пойдет, мы и зиму сможем протянуть здесь. Зиму? Да мы тут жопу себе отморозим. Потому что за идеей ехать с вами двумя в одном фургоне после того, что произошло, меня совсем не привлекает. Какие дети нахуй надо? Так, это нормальное место, Кенни, это нам не подходит. Молчать в этот раз мы не будем. Мы должны вскоре уехать, Лили. И можешь оставаться здесь. Мы ничего не должны. Ты не хотел уезжать отсюда из-за здоровья папочки? Но теперь это неважно. Полегче, Кенни. Опять за свое, да? Все в норме, Карли. Не подходи. Так, могло быть и хуже. Но вместе мы сильнее, заткнитесь. Так, Кенни затыкать мы не будем? Пускай он ее гнобит. Гнобит, поэтому мы помолчим в этот раз. Кен, мы сейчас все на нервах. А что насчет еды? Что насчет защиты? Что будет, если это место не выдержат? Кто-то же должен думать о всей этой херне. Так, у нас полно еды. Разберемся по ходу дела. Да, разберемся по ходу дела. Что касается бандитов. А если 15 бандитов перепрыгнули? Через стену посреди ночи. Разберемся по ходу дела, как и всегда, да? Чтобы не произошло, ты все-таки речь всякую хрень про то, чтобы уехать. А мне нужна лишь неделя спокойствия. Чтобы не слышать этого больше. Ты хоть знаешь, как мы достали эти припасы? Нам повезло. Мы позволили ходячим сожрать девушку. Что? Девушка с криками выбежала на улицу. За ней плелась толпа ходячих. Она дала нам достаточно времени, чтобы взять, что можно из аптеки. Да, мы не стали стрелять. Это была моя затея. Она бы умерла в любом случае. Это был самый лучший выход на тот момент. Ли прав. Мы искру с ним здоровьем, когда делаем вылазки в город. Вы просто не поверите, что там творится. Мы все это ценим, Кэн. Должен благодарить Ли за то, что он не стал. Для него это не так легко. Так, Карли, видимо, что-то там не понравилось. Слушай, это место кишит ходячими. Они там бродят по улицам. Это ад на земле. И он направляется в нашу сторону. На дороге легче не будет. Откуда ты знаешь? Сказать, что я знаю? Я знаю, что вы способны не только на убийство. Я знаю, что кто-то все это время крадет наши припасы. Да-да, крадет. И я знаю, что список... Так, доверять все меньше и меньше можно каждому. А теперь пошли отсюда нахер. Итак, ребята, среди нас крыса. У нас есть ствол. Прекрасно. Так, она успокоится. Она права. Так, а хуль все на меня смотрят? Я не понял. А, я же здесь главный, точно. Насчет одного она права. Легче не становится. А то есть то, что она сказала, что кто-то крысит, тебя это вообще не смущает, да, Кенни? А не ты ли тот пидорас? Уф, все катится в пропасть. Можно и так сказать. Ну, думаю, сегодня ты справился хорошо. Впрочем, как и всегда. О, спасибо. Думаю, тебе стоит поговорить с Лиле насчет пропавших запасов. Так, а ты, я не понял, что ты мне тут за лицо трепешь? Кто позволил? Да уж. Я бы хотел с тобой поговорить. Блядь, что-то в последнее время все хотят со мной поговорить. Так, а это что такие за взгляды? Это что за намеки такие? Ну-ка, давайте нахуй сходим. Че это, Антон? Че грустишь, Карли? Хуль, ну, мостов повесело. Поговорил с Лиле? А еще нет, собираюсь. Ты-то че хотела? Я хотела сказать, что много думала о тебе. О чем именно? Ты осужденный убийца. Господи, Карли! Я думаю, что люди должны это знать. Не потому, что они это заслужили, или потому, что ты плохой. Как раз наоборот. Люди должны знать, потому что мы и так висим на волоске, и я не могу видеть, как Лиле говорила о том, что будет следующим, о чем она скажет. Ты не должен говорить всем, но поговори с теми, кому доверяешь, и воспользуйся этой возможностью. Блядь, мне вообще слушай пуху. Я даже не знаю, что тебе ответить. Боже, как же я ненавижу, когда ты так делаешь. Ты разве не слышишь? Ларри больше нет, но он знал. Если он им не рассказал, Лиле все... Что, блядь? Короче, Карли переживает, что Лиле выдаст нас. Скажет, что мы убийца, что мы тварь, и нас нужно вообще бросить. Воспользуйся шансом, пока он у тебя есть. Да отъебись ты нахуй, блядь. Нет, я не буду этого делать. Людей так много волновались. Че так боишься? Три месяца назад я говорила, что ты никому это не рассказал. А сейчас говорю, что я рассказал всем, блядь, что такое, отвернулись от тебя. Да нас почти не съели, мать твою. Карли. Иди нахуй. Надеюсь, ты передумаешь. Так, ты хотел поговорить о чем? Ни о чем я с тобой больше не хочу говорить. Я думал, блядь, ты меня отсосать хочешь. Все, уйди. Что вообще, блядь, нахуй вот это вот людям рассказывать? Им это надо? Эй, ребята, привет, я убийца. Охуительно, блядь. Так, номер Лили, пойдемте. Я ж почему-то не хожу, не спрашиваю, кто, кем там был, чем занимался, какие косяки. Ну, вообще, похуй. Не нужно извиняться. Пришел, чтобы поучать или посыпать соль на рану? Что? Да, вот это охуенно. Какой-то ебанутый становишься. Тебе кажется, я не собираюсь строить из себя жертву, но это вы со своим дружком приложили руку к моей неуравновешенности. Могу есть что-то сделать для тебя? А ты думаешь, что... Да, нет, мне нужна твоя помощь. У нас предатель. Кто-то один из нас. Он или она крадет у нас припасы. Хм... И кто? Против вора у меня нихера нет, я просто знаю. Лили. Припасы пропадают и не простые, а самые нужные антибиотики. Блять, ох, ох, суки, нихуя себе. Я видел список припасов. Я веду собственный. В нем как раз недочеты. Да, сейчас я не в лучшей форме, но я не тупая, я знаю, что будет, если я начну охоту на детей. И ты хочешь, чтобы я ее начал? Я хочу, чтобы ты поискал доказательства. Из чего мне начать? Я нашла его в мусорке. Мы вещи не выбрасываем, мы их чиним. Фонарь бы выбросили, если бы им воспользовались, когда бы никогда не стоило. Так, ну окей. У нас, ребятки, тут наклевывается детективчик. Если ничего не найдешь, я буду считать, что это ты. Хуя-то охуевшая, блядь. Тайна. Господи, Дак. Извините, я подслушал ваш разговор. Тебе надо забыть все, что слышал. А я могу помочь? Я тебе что только что сказал? Вал, величайший детектив, а я буду Диком Грейсоном, вашим напарником. В смысле Робин. Я знаю, кто это. Вот так. Ты мне можешь оказать услугу, Дак, если никому не расскажешь. Вот это будет твоя работа. Секретность. Да, хорошо. А что мне делать? Я не знаю, смотри, сообщи мне, если что найдешь. Я в деле. Блядь, мелкий засранец, чуть всю контору не спалил. Так, у нас фонарь разъебанный. Так, значит, Карли, мы пока не пойдем. Блядь, куда ты пошел, лештый? Я сказал, не... Ой, блядь. Ну ладно, раз уж пришли, давайте с ней побеседуем. Так. Че-нибудь знаешь об этом фонаре? Чей это фонарь? Кто с ним ходил? Он сломан. Да, я знаю. Сзади могут быть батарейки. Ты че, ебать, со мной шутки тут вздумала? А какой был вопрос? Ты сломала фонарь? Нет. Хорошо. Хм. Че-то как-то... Как-то подозрительно. Это Карли отвечает. Смотрите, глазенки бегают, волнуются. Ну, сука. Ладно. Здесь у нас Лили. Так. Кенни. Катя. Не знаю, Катя-то уж вряд ли. Катя-то нахера визит припас. Кенни с нами это был все время. Кто у нас здесь еще был? Бен сидел наверху, караулил. Можно посмотреть на фургон. Давайте глянем. Похоже, я не смог завести его. Поверю, когда увижу. Так, значит, здесь ничего интересного. Кто у нас здесь еще был? Клементина. Блядь, ну Клементина с Даком, наверное, все это время была. Битое стекло. О, это, кстати, от фонаря, походу, да? Опачки. Хм. Так, метка какая-то. Ну-ка, нахуй. Крест, нарисованный мелом. Меллок. Розовый. Дак. Улика. Возможно. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, что это ничего не значит. Возможно, это знак. Вероятно, это розовый меллок, что странно. Ладно, вернусь к расследованию. Так, ну... Мелки у Клементина, да? Пойдемте к Клементине сходим. Блядь, где она? Ага, вон. Блядь, ее же там вроде не было. Так, ну что, Клем? Давай рассказывай мне. Привет, Ли. У тебя есть розовый мелок? Нет, он куда-то делся. Ага. Хочешь синий? Нет, нет, не надо. Эй, Ли. Так, а нихуя себе Дак там на самом деле, еще тот расследователь. Я что-то нашел. Что же? Я нашел этот кусок розового мелка и след от него за воротами. Правда? Конечно. Я пытался найти связь между людьми... Так, Дак, спокойно. Пойду бы сам проверю. Ну ладно, ладно, молодец, Корифан. Все, теперь сьюбывай. Дак, это ты сломал фонарь? Нет, мама с папой не разрешают мне брать такие вещи. И Лили тоже. А, ну и к лучшему. Так, с Дака, значит, подозрения все сняты. Ворота. Нам, наверное, как-то выйти надо или что? Давайте с Даком поговорим, я не знаю. Больше ничего не находил? Только Мил. А еще нашел жуков под лестницей. Только не говорите Клементине. Ладно, не буду. А ты вроде что-то знаешь. Ну-ка нахуй признавайся. Ты нашел мел, следы, это, конечно, глупо, но не ты ли это подстроил? Нет, я за добрых. Не выходи за ворота. Ладно, ладно. Так, ну и, собственно, и мы-то не можем выйти за ворота. Ага. Давайте спросим у Бена. Он сидит наверху. Он должен что-то знать. Он должен что-то видеть. Иначе нахуй он вам нужен. Бен, мне нужен мел. А почему не он должен быть? Просто спрашиваю. Я с такими вещами не играю. У меня были, ну, в общем, мои мысли. И я читаю Библию, которую я нашел в своем номере. Она там для этого и лежит. Что? Бен. Как дела, Ли? Так, мне нужно кое-что сказать. Нихуя мы не будем. Ну, что, думаешь, Алика там чего-нибудь? Так, ладно. Какая-то хуйня. Хм. Ну что, у нас остается семейство... Вот, Кенни, Катя. Подозрительная вот эта сука, конечно. Кенни, видели где-нибудь мел? Да, Клементина любит им рисовать. Да, она сказала, что у нее пропал один. Ну, мы об этом ничего не знаем. Простили. Так, они не знают. Блядь, ну я не знаю. Пойдемте тогда к Лиле вернемся. Вернемся к Лиле и скажем, такая вот хуйня. Мы ничего не нашли. Не надо на нас думать. Привет. Нашел что-нибудь? Видимо, нет. Я вернусь. Странно, странно. Что за хуйня? Пойдемте еще к этой Карле, блядь, сходим. О, появилась новая реплика. Я могу позинствовать у тебя, Милок. Что, Клементина жадничает? То есть у тебя его нет? Нет. Откуда? Угу. Да, блядь, что за пиздец-то? О, кстати, вот же след от Милка. Вот надо было куда смотреть. Ёб твою мать. А я что-то в ворота ломился. Кто-то был и здесь. Видите, я хорошо справился, да? Да, Дак, молодец. Думаю, мне стоит пойти туда и осмотреться. На этот раз не выходи за краду. Я серьезно. Ладно. Вот, а теперь мы можем выйти. Отлично. Что-то я в прошлый раз не заметил, блядь, этот след. Так, ну что ли, давай. Идем по следу. Так, ограда. Что у нас тут? Решетка. Давайте, что мы тут поломимся. Опачки. А это что за закладка, я не понял. Ага. Твою мать. И вправду крыса среди нас завелась. Ты ведь ничего не нашел, не так ли? Я нашел вот это. Внутри куча лекарств. Это было за решеткой с народу стены, а с другой стороны был знак. Хуя себе. Да уж. Ладно, мы выстроим всех в ряд. Всех. Кто-то убивает нас. Красть припасы все равно, что проскользнуть ночью в твою комнату и перелезать тебе горло, пока ты спишь. Ты умрешь. В чем разница? Что если Клементина заболеет и у нас не окажется того, что нужно? Какого черта? Что там? Нехер красть у нас! А это еще, блять, кто такие? Опа, у них наши люди. Что нам делать? Вот дерьмо. Они в любую секунду начинают выбивать двери. Лили, какого черта? Отвлеки их. Что? Просто заболтай их. Делай все, что хочешь, чтобы он не нажал на курок. Вы совершили самую ошибку. Большую ошибку в своей жизни. Блять, вот это попадало. Хватит этой херни. Дрю, начинай вышибать двери. Да! Стой, урод. Спокойно. Так, нам нужно их заболтать. Мы можем договориться. У нас много припасов. Слишком поздно, урод. Мы не даем второго шанса. Это было незразумение. Мы все вам компенсируем. Я слушаю. Так, мы можем отдать вам все. Только позвольте нам уйти. Так ты хочешь откупиться от нас, чтобы мы заглянули попозже? Нахуй. Все, хватит с меня этого дерьма. Дрю, пускай в расход этих уек... Боже! Ли, че ты стоишь? Пушку доставай, придурочный. О, господи, стреляй. Прям в жопу молодец. Пизда. Нам пизда, ребят. Возвращайтесь! Выкурим его! Нам нужно убираться отсюда. Да ладно! Покажите мугликом. Прикрой наших людей. Посади их в фургон. Отлично. Нам дали нормальный ствол. Нажмите AD, чтобы выглянуть так. Прекрасно. Ну-ка. Хедшот! Получай еще нахуй в головку. Сейчас бегите сюда скорее. Так, чувак, ты спас наши жадницы. Да. Господи, сколько экшена. Сколько диалогов и стрельбы. Катя, держись! О, нам еще зомби помогает. Прекрасно. Так, спасаем Катю. Выглянули. А, блядь, ну тут, конечно, да, в головку мы не попали. Ну-ка, нахай. Вот так вот. Кто-то еще вон там сидел. Я видел. Аааа! Мудила! Он убил нас! А где ты был? Ах ты лысый... Говнюк. Помогите! Катя, я иду. Так, где эта тварь была? Давайте сразу сейчас его увидим, так скажем. Блядь. Я уже заговариваюсь нахуй. Так, один. Вот здесь второй. Подождите, нет. А, вон он где. Ах ты. Сучка такая. Прекрасно. И вот он, третий. Катя, быстрее! Ли! Климентина, ну не время для обнимашек. Так, что происходит? Прикрываем Катю. Кэт, господи! Катя ветеринар, Катя хорошая женщина. Лилия, давай быстрее. Да пошла она, пусть остается. Вот это Кенни вообще отлично, красавчик. Уходим. Оставим супу здесь. Так, что? В зомби, что ли, стрелять? Да, они ж медленные. Ну ладно, давайте постреляем. Блядь, они что-то не умирают. Поголовки надо. Так, хорошо. Теперь с этой стороны. Лилия, ты там собираешься, нет? Спускаться-то. Лилия, последний шанс, спускайся. Черт! Успела, успела. Ну, на самом деле, я бы не расстроился, если бы мы ее оставили. Кэт, господи, ты как? Я в порядке, я в порядке. Черт, черт. Прости. Все отлично, Бен. Все совсем не отлично. Нам необходимо разобраться, как это произошло. Только что мы все потеряли. Нам чертовски повезло. Никто не погиб. На Катю напали. Я в порядке. Кто-то из вас в этом виноват. Не говори так, бандиты знали. Нет. Кто-то крысил. Кто-то сотрудничал с ними. Они не получили свой последний пакет, поэтому напали. Успокойся, это полная чушь. Лилия нашел стулку с припасами, спрятанную за стеной. Да, это так. Что ж, Карли, хочешь что-нибудь сказать? Да, успокойся. Значит, выбьем признание из тебя? Отвали. Ты не в том положении, чтобы что-либо требовать. Так, я, кстати, промолчу, потому что здесь я поддерживаю Лилия. Крыса-то действительно была. А Карли что-то как-то себя странно вела, если честно. Так, может быть, мы проголосуем или типа того? Так, ты прав, разберемся с этим сейчас. Нет, подождите, помолчим пока. Мы должны взглянуть на факты. Да, давайте поступим так. Хотя это может быть Бен. Никто ничего не воровал. Так это вы были оба? Я видел вас двоих вместе. Может, это вы оба? Постой, просто дай мне выйти. Я не делал... Так, смотрите, он выйти вообще даже уже хочет. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты ничего не делал. Лилия, отстань от него. Я... Что, что там? Я сбил что-то, нам нужно остановиться. Хорошо ж. Ну что ж, мы можем разобраться с этим прямо здесь. Кенни, там безопасно? Должно быть... Выходите все. Так, ну мне кажется... Лилия или Карли, кто-то из них. Потому что они оба себя как-то подозрительно ведут, но Бен намного подозрительней. Ну сразу очко сжалось. Он, блядь, я давайте уж выйду. Давайте не будем. Наверняка, наверняка это он. Тем более, он с нами недавно. Кенни, фургун, что ли, слегка потрепан. Давай, разберись там. Проклятие! Все смотрите в оба. Знаешь что? Нам не следует тебя выгонять. Мы должны выслушать милинии всех. Думаю, тебе стоит успокоиться. Я думаю, это она сделала. Не может быть. Это был кто-то другой. Кто? Что за варианты ответов? Этот ебаный ходячий. Там в порядке? Да, да, сукин сын. Бен, у тебя нет выбора. Отставь его. Ты можешь сказать, что это Карли, и все будет в полном порядке. Ты так не думаешь, Кенни? Я не знаю, бля. Просто можете прекратить. Что ж, твой голос засчитывается за тебя и за Катю. Мы не нужны в голосовании. Что мне сделать, чтобы поверил мне? Я сделаю и все. Он сломался, Лили. Я вижу это. Нам нужно больше улик, чем есть. Нахуй твои улики, перестань пытать его. Заткнись, Карли, я достаточно от тебя услышала. Кенни, какой твой голос? Просто дать мне одну чертову минуту. Бен, у тебя есть время до того, как Кенни убьет того ходячего, чтобы сказать мне, что это был не ты, а она. Прекрати это, ты его пытаешь. Скажи ей. Кто же ты теперь? Что, она выгонит меня из группы? Не будем. Мы все поймем. Скажи мне немедленно. Нет, ну человек, если бы этого не делал, он бы так себя не вел, как Бен. Думаешь, ты суровая сука, не так ли? Ничто не может тебя ранить. Пошла он находит сюда. Хоть раз попробуй побывать в Шкурили и помоги кому-нибудь. Ну и в чем проблема? Опа! А вот это в ебасос кто-то получил. Ты что делаешь? Ох ты ебанутая сука. Кенни, что произошло? Не подпускай так, как окна. Господи Иисусе. Внутрь. Мы оставляем эту психованную суку. Ты не поедешь с нами. Пошла нахуй отсюда. Ей нельзя было доверять. Ты не поедешь с нами. Я умру здесь. Меня это не волнует. Ты убийца, Лили. Мы не можем взять тебя с собой. Я убийца. Лили был с вами все это время. О чем это ты? Он не сказал тебе? Он убил кого-то до всего этого. Он был приговоренным убийцей. Это правда, Лили? Да. Твою мать. И когда же ты собирался мне рассказать? Тебя же маленькая девочка. К черту. Залезай, Ли. Поехали. У меня ничего не осталось. Пиздец. Да и Бена тоже нахуй давайте оставим. Пусть они тут вдвоем хуярят по дороге. Вот и замечательно, блять. Ли, можно тебя на пару слов? Не разобралась даже, блять. Никто не признался, она взяла эту Карли и вальнула. Нет, ну конечно может быть и она, но блять. Карли по крайней мере стреляла. Могла бы пригодиться. А вот Бен это вообще какой-то бесполезный. Что делать? Что такое? Что надо, блять? Как Дак себя чувствует? Ебать его в рот. Какого хера? Это случилось во время налета. Останови нахуй фургон. Сейчас же. Что если он превратится? Я не вижу никаких признаков этого. Он устал, его дыхание в норме. Мы не думаем, что они просто превращаются в парень, который... Что ты несешь, Кенни? Какой он может поправиться? Вы хоть одного человека видели, которого укусили и он поправился? Тем более это ребенок. В любом случае, если я расскажешь Клементине, мы будем тебе очень благодарны. Да, ребятки. Ну дела. Наши ряды редеют. Пиздец. Так, Клементина, у меня для тебя хуевые новости. Дака укусили. Что? И его укусил ходячий, когда мы бежали из мотеля. Я... Не важно себя чувствую. Тебя что, тоже укусили? А что с Карли? Больше нет и не вернется. Потому что она была застрелена в голову? Совершенно верно. Да, это ужасно. Ну, ну, нахуя вот эти сопли, господи, блядь? Сейчас все плохо. Да, это. Что плохого, блядь, в фургоне едем? Это лучше, чем сидеть в мотеле. Ну, хуево, конечно, что мы без припасов. Нет медикаментов, еды. Ой, там уже ножки трясутся. Удака. Э, Клем! Это что такое? Срань господня! Господи Иисусе, отстань от меня! Ку! Я нажимаю ку, почему не... Ох, ебать! Приснится же говнище всякое. Впереди что-то есть. Что там, Кенни? Что там впереди? Проклятие. Дорога заблокирована. Ну, хуй приехали? Что я там могу сказать? Сейчас мы должны разобраться с этим. Стоит поезд. Угу. Ну что ж, ребята. На этом мы закончим серию. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok